Дорогие мои, я уже много раз произносил эти слова, произнесу их еще раз. Мы сюда пришли, чтобы совместить тело и дух, проявить свою душу, проявить свою исконную божественную природу. Именно за этим, за этим опытом мы с вами здесь. И гибкость тела ни в коей мере не может гарантировать вам стойкость духа, как и наоборот. Вот стойкость духа не может гарантировать вам идеальность тела. Но одно должно помогать друг другу. Если вы глубоко молитесь и медитируете, обязательно сопровождайте это физическими упражнениями, йогой, может быть бегом. То, что нравится делать вашему телу. Вам нравится приседать? Приседайте. Вам нравится подтягиваться на перекладине? Пожалуйста. Вам нравится ездить на велосипеде, плавать? Балуйте свое тело. Вам нравятся упражнения на растяжку, йога, планка и так далее. Делайте все, что нравится вашему физическому телу. Балуйте его. Вы будете гораздо более эффективны, когда вы и в молитве проявите эту эффективность. А если вы будете делать энергетические гимнастики, будете работать с энергиями, то ваша эффективность и в физических упражнениях станет выше. И ваши медитации станут более глубокими, и молитвы станут более эффективными. И то же самое наоборот. Если вы ходите на йогу, то не имитируйте там медитации, а действительно медитируйте. Погружайтесь в медитацию. Работайте, может быть, с мантрами, может быть, с аффирмациями, с молитвами. Добавляйте одно к другому, совмещайте. Часто можно совмещать физические упражнения с духовной работой. И любую работу, физическую, любой труд, даже уборку снега и мусора, можно совершать как духовную работу. И просто когда вы совмещаете и физическое тело, и духовность, то ваша эффективность значительно возрастает. Поэтому не забывайте о духе в угоду физическому телу. Его идеальность не гарантирует ваш идеальный характер, развитие вашего сознания и вашу высокодуховность. То же самое и ваша высокодуховность не гарантирует, что ваше тело будет здорово. Одно должно сопровождаться иным. В этом и есть гармония вашего развития. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова